Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня я снимала уже видеоролик, как я начала посев томатов для открытого грунта. Я сказала, что в начале марта, в первой декаде, я сею в первую очередь именно вот такие вот высокорослые крупноплодные томаты с длительным сроком созревания. Но, какие еще можно томаты посеять в начале марта? Потому что мы не ограничиваемся крупными. Я вот сейчас второй лоток начала сеять и сейчас вам расскажу. Вот смотрите, это я этикетку к тому придумала. Кенигсберг посеяла и русские колокола. Ладно, это из той же серии Кенигсберг. Но сейчас я вот буду сеять сибирскую тройку, тройку, потом госпожа удача. В начале марта можно посеять еще те сорта, которые не вытягиваются в рассаде. Если вы сможете летом при высадке обеспечить им, как во время заморозков, можете их накрыть пленочкой под временные пленочные укрытия, то сейчас самое время их посадить. Хотя он не написан, вот этот сибирская тройка, что он позднеспелый. Сорт среднеранний, с компактным штамповым типом куста. Значит, у него такой будет кустик компактный, у него и рассада. У меня уже есть несколько сеянцев для теплицы. У него рассада компактная, к этому же типу относятся петруша, огородник, демидов, настенька. Все сорта томатов, которые не израстают в рассаде, можно сеять в начале марта, но с условием, если вы при высадке обеспечите им пленочное укрытие. Потому что вот эта рассада, которую в начале марта мы сеем, она поспеет у нас немного пораньше. Во второй половине мая ее уже нужно будет высадить. Некоторые люди, кто не имеет теплицы, выращивают именно так. В начале марта сеют и в конце мая высаживают в грунт и под дугами укрывной полиэтиленовую пленку, любое укрытие, накрывают. Потом в июне убирают эту пленку и все, и растение растет в открытом грунте. Это тоже для получения раннего урожая, но без помощи теплицы. Поэтому, если вы хотите получить урожай немного пораньше, сейчас, вот первая декада марта, идеальный период для посева таких семян на рассаду. Это не обязательно, например, сибирская тройка сортов, таких много. Вы можете даже и не, вот не такие сорта, именно с компактным штамбовым кустом, можете другие сорта, обычные выбрать. Просто вы имейте в виду, что они у вас будут готовы чуть пораньше, во второй половине мая, и потом вы должны будете позаботиться, чтобы во время заморозков их чем-то прикрыть. Все, продолжаю посев томатов. И сегодня еще начну посев петунии. Тоже все сниму и все расскажу. Буду сеять сегодня петунию. Пора. До свидания. Поехали. Продолжение следует...